Всем привет дорогие друзья, ваши хамы и зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы продолжаем играть в Painter Town Red, проходите наши испытания в общем-то в зомби апокалипсиса, наш выживший со своим другом движется дальше и мы сейчас узнаем, ребята, что собственно нас ожидает впереди. В общем, прошлая серия набрала достаточно много лайков, ребят, я надеюсь, что вы прямо сейчас поставите лайкосики, если хотите узнать дальше продолжение или хотите какие-нибудь подобные истории в Painter Town Red, то прямо сейчас, ребята, жмите лайкосик и подписывайтесь, соответственно, на канал и жду ваших интересных комментариев под этим видео. Ну что ж, давайте будем начинать. Значит, я попробую перевести с английского, тут сломанного, так скажем, поиски причины всего этого беспорядка должен быть первый приоритет, чтобы найти выход. В общем-то, после падения военной зоны безопасности, где мы бы находились, короче, помните, в прошлой серии мы с другом сбежали из зоны очень опасной, вообще-то там была такая зона, в которой, собственно, все укрывались, но там огромное количество зомбарей прибежало и, соответственно, мы там отбивались как могли. И дальше, после недели езды по дороге в поисках припасов в заброшенных автомобилях, которые проезжали мимо, вы сталкивались с бандитской группой на дороге. Вот-то, ребята, вот наш Тачила, вот наш дружбан, вот наш дружбанища, нас остановили на дороге. Вот эти вот интересные бандиты, боже ты мой, что тут происходит? Ох ты, елки-ты-палки, да здесь засада, здесь бандиты. Что такое? Что здесь написано? I'll shoot him. Я выстрелю в него, что ли? Вот как-то так, ребят, наверное, здесь. Посмотрите, бандиты скрестнули с зомби. Вот это да, вот это, вот это у нас понеслась, просто все на всех, короче. Главное, чтобы наш дружбанища выжил, вот это вот основная задача. Так, может быть сюда нужно как-то залезть? Можно, можно пробраться сюда? Ух ты, здесь еще что-то. Там еще кто-то есть. Смотрите, что происходит, а? Так, погоди, там еще наверху какой-то дружбан, по-моему, да? Я вижу, что у нас есть какие-то, может быть у нас люди, которые нам помогут реально здесь выжить в этом суровом, ужасном мире. Против зомбаритов этих вездесущих-то. И бандиты здесь кругом, и зомби, ну в общем, сами понимаете, очень, очень страшная, очень страшная возня здесь происходит. Ходит он там наверху, посмотрите. А, он стрелял в кого-то? Да ладно, он нам помогал. Так, девять, девять человек осталось, и мы, наверное, должны двигаться туда дальше. Так, посмотрим, что-то у нас еще, наверное, здесь точно есть. Вот тут я вижу, кто-то у нас, кто-то у нас вот, кто-то у нас вот тут здесь ходит, а? Кто-то ходит, но я не могу тут пройти. Опа! Нифига себе, вы видели? Вот это был удар. Вот это был мощный ударчик. Зомби прям реально очень-очень лютый. Оказался, так нужно его грохнуть. Он убил какого-то ученого. Здесь я вижу, зомби наблюдаются под какими-то, я не знаю, может быть в каких-то колбах находятся, их накалывают на шипы и, видимо, пытаются понять, как их убить. Видимо, здесь какие-то схемы рассчитываются, да? Разные. О, там дверь какая-то, может быть, ее нужно будет здесь открыть? Ого-го-го! Мы их подожгли! Так. Что-то еще, может быть, нажать? Так, что-то отъехало. А, шипы убрали! Шипы убрали, то есть можно шипы вот этой кнопкой, да? Обратно она уже не нажимает. Опа! А вот это хреново. Там, видимо, босс какой-то. Какие у меня последние кнопки остались? Так, это огонь. А это? А это свет, да? Освещение. Еще можно сюда пройти. Так, у нас двери закрылись. А двери можно как-то открыть уже? Нет, нельзя, ребята, открыть. Мне придется в одного здесь, наверное, дальше биться. Вот это, вот это интересно. Вот это прикольно. Так, ну что, у нас есть два охранника, и здесь есть босс. Здесь есть босс, и мы, может быть, сегодня красивенько затащим как-нибудь. Так, ручонку одну отрубили. Так, может быть, его натолкнуть на эти вот огненные преграды, может быть, туда он как-нибудь залетит. А где он второй, куда он делся? Второй, 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 где? Попали. Да, неплохо. Тут, смотрите, освещение прям классное. Вот еще один чувачок. Так. Готово. И добьем этого. Есть, пять человек осталось. Пять человек вместе с боссом. У меня есть еще две дубинки. Ну что, босс, будем биться? Да, вот так тебе. Ух ты, там нужно спасти заложника. Ребят, вы видите, да? Классно. Так, мы уже практически уцели, что здесь. Здесь выход. Мы можем просто выйти, а можем спасти заложника. В Пейнзотон Ред даже есть еще и выбор. Такой вот. Смотрите, он с дробашом в клетке находится. Дружище, да как же ты там оказался? И мы спасаем заложника. А теперь мы следуем дальше. Значит, мы здесь... Нам, кстати, помогало, когда мы выходили из машины, чтобы поговорить с ними. Вы увидели симпатичного незнакомца на скале со снайперской винтовкой. Вот он был. Вот у нас он здесь он и был. Ну, вот он находится. Видите, со снайперской винтовкой нам нужно выйти из этого уровня. Ребят, ну, отличный уровень. А мы идем дальше. Наша история, ребята, продолжается. Так что поддерживайте лайкосиком. Я вот поставлю лайк данному видео. Данному, вернее, уровню. Поставим вот сюда еще лайкосик. Это у нас все прошлые уровни. Ребята, если вы не смотрели предыдущую серию, обязательно посмотрите. Потому что там прямо сама была завязочка. Самая-самая завязка, самая интересная. А теперь вы с другом решили разбить лагерь на опушке леса вдоль дороги. Ночная тишина, значит, ночная тишина прерывается свистом из леса. Вы понимаете, что на вас охотятся. Нужно пережить эту ночь. Так, мы поехали дальше на машине. И в лесу мы решили переночевать. Разожгли вот такой вот костер. Костерочек. И это у нас лес. Ребят, везде вот, везде кругом лес. Так, у меня ни оружия, ничего нет. Есть у меня что-нибудь? Стрелочка нам показывает. Нам нужно идти вон в ту сторону, да? Ладно. Где она машина? Можно забраться как-нибудь? Вон я вижу какие-то люди. Видите, да? В лесу кто-то есть. Кто-то за нами следит. Не будем к нему близко подходить. Опа. Что это такое? Что случилось? Они грохнули моего дружбана, что ли, зомби? Нет. Нет. Да как они его грохнули? Я не понял. Что за бред? Нифига себе. Это плохо. Так, они загорелись. Я хочу их подтолкнуть прямо в костер. Посмотрите, зомби горят. Зомби, значит, они спрятались в лесу. Но это еще не все. Я вижу, там еще бандиты, по-моему, какие-то есть. Ах ты гад, а? Ах ты гад. Так, ну это изи. Мы взяли меч, кстати, нашего друга. И в честь, как бы, него, наверное, я буду месить всех остальных. Так, посмотрим. А если я дальше пойду, что будет? Опять бандиты какие-то выйдут, нет? Хотя я пошел вообще в другую сторону. Я не... Я попробую пройти вот сюда. Может быть... Это, может быть, и не бандиты? А нет бандиты! Так, погоди. У него пистолет. У него реально пистолет. Ё-моё, вот это, да, вот это братва! У них столько оружия. Как он, наш дружбан погиб, ребят? Напишите в комментариях. Я вообще не понимаю, как он погиб. Так, одного подожгли. Еще одного. Смотрите, можно здесь вот так бы закрутить за костром. Они, в принципе, могут... Вот так вот, да, ребята, изи. Вообще хорошо. Прям, посмотрите, налетает. Просто налетает. Вот, хорошо, подожгли еще немножко. И у нас остается 8 человек. 8 человек. 5 остается. Они сгорают полностью все. Так, еще немножко подтолкнули. И хороший пиночек, Бэрнх. Хороший пиночек. Он бы прям вообще идеально бы. Прямо в костерочек можно было бы залететь. 4 человека у нас остается. И последний тоже загорается. 3 человека. У нас где-то здесь был этот пистолет. Давайте попробуем. Да. Отлично. Так. И еще один, что ли. О-о-о. Вот это был удар. Еще. У нас остается вот этот последний. Он обгоревший. Бандюганищий. Он встает. Вы представляете, да? Вот это да. Он обгоревший. Прямо движется. Так, его вообще ничего не... Не останавливает абсолютно. Абсолютно ничего не останавливает. Давайте мы попробуем его чуть-чуть еще поджечь. Вот так вот, да. И я думаю, что все, наверное. А вот сейчас загорится. Все. Сгорел, да? Ес. У нас случился смайт. И, в принципе, там вдалеке кто-то был. Вон он стоит. Мы отправляемся дальше. Но я не знаю. Блин, наше дружбанище, он погиб или он там был? Я пока не пойму. Так. Так, мы идем далее. Сваливаем из леса. В лесу, видите, с нами была погоня. Вот такая вот засада. Чуть было мы в нее не вляпались. И мы идем дальше. Последний уровень. И посмотрим, что же нас ожидает в финале этой истории. А может быть, это еще и не финал. Собственно, это история выживания зомби-апокалипсиса. Так что, после неизвестного нападения бандита, который убил вашего друга. Точно, убили нашего друга, ребят. Убили нашего друга. Я сейчас вижу, читаю тексты из-за оповещения. Так скажем, которые... Вы должны были продолжить путешествие самостоятельно, владея своим мечом, чтобы почтить его. С тех пор прошло три недели. Вы входите в город Хатланта, чтобы собрать оставшиеся припасы. Так. Мы, короче, идем уже одни, выживаем одни. У нас есть, посмотрите, сколько на нашей машине натыкано оружие. Ох ты, здесь еще и пистолет есть? Оу, я возьму, пожалуй, пистолетик. Так. Хорошо. А это кто у нас такой? Видите, как машина оборудована. Она прямо решеточкой, все, окна все прям заблокированы, чтобы, не дай бог, там зомби не пролезут. Вот такие вот грифы от штанги сюда вставили, как шипы. И у нас тут еще оружие есть. То есть можно использовать разное оружие. Это кто у нас такой? Ох, господи. Это у нас зомби, что ли? Подожди, он что, сразу агресса-то начал? Так, ну ладно, ладно, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так. Что там, может быть? Ну там какая-то суета. Что здесь происходит? Тут зомби бегают. Господи, да этот город просто кишит зомбарями. Просто он кишит зомбарями. На, вот так вот. Бам! Бам! Отлично. Слушайте, как хорошо, когда в пистолете много патронов. Прям, прям вообще. Шикарно. Окей. Так, по-моему, я не знаю, он как бы пистолет срубает, но зомби все равно встают. Нужно же, чтобы убить зомби, вы же знаете, да, что нужно сделать. Нужно повредить их мозг. Ну, а если у них уже мозг прогнил, то зомби крайне трудно уничтожить. Но, в принципе, это, конечно же, возможно. Возможно. Ох ты, зараза. Так, у нас в пистолете много очень патронов. Тихо, тихо, тихо. Неудобно стрелять немножко. Вот так вот. Так, окей. Что у нас здесь? Заходим в магазинчик какой-то или какой-то коттеджик это. Так, отходи. А, они сюда почему-то проходить не могут. Он, видите, полголовы даже отстрелили уже. Сколько раз попали мы? Сколько раз реально мы попали? Все никак. Вот этому сразу же грохнули. А вот эти вот живут, зараза. Так, что у нас здесь? Может быть, что-то мы ценное найдем? Нам нужны припасы. Мы теперь одни. Мы теперь одни, одинешеньки. Все. Нет у нас дружбана. К сожалению, он погиб. Давайте обыщем этот дом. Он вроде как многоэтажный даже. Так, зайдем сюда. Посторонний вход. Воспрещен. Опа. Кто-то у нас здесь лежит, а? Эй, вы-то откуда? Тихо. Там еще со спины могут подойти прям. Спокойно, спокойно. Готово. Так, хорошо. Какой классный ствол. Вот просто божественный. Реально крутой ствол. Да. Яс. Так, здесь у нас какая-то комната с кнопками. Интересно, что эти кнопки означают. Я нажал какую-то кнопку. Может быть, это какой-то у нас секрет. Я не знаю. Обычно кнопки просто так здесь не делают. Каждая кнопка за что-то отвечает. Шесть написано. Ребята, что за цифра шесть? Так. Ммм. Очень интересно. Идем дальше. Что-то у нас такая... О, бильярдная. Ребятки, вы что-то занимаетесь, что ли? Спортом? Готово. Вот в ногу, когда попадаешь, сразу валишь. Вот в ногу, когда попадаешь, идеально. Вот еще одна кнопка. О, это освещение. Это просто, видимо, сканер. Эй, чувак, ты-то откуда взялся? Слушай, он не прорисовался, по-моему. Ну-ка, давай в коленочку. Смотри-ка. Живет. Так, по-моему, все. Идем дальше. Забираемся еще выше. Вот это у нас многоэтажка. А это у нас сейчас, братки. О-хо-хо-хо-хоу! Красиво он улетел на ящики. Вы видели, ребята? Это просто как в фильмах какие-то вестерн. Какой-то получается. Так, еще одна. И еще можно выше подняться. Но нужно сначала добить, чтобы мне... Потом в спину никто не... Не долбил меня. Не знаю. Вроде бы добили. Бог его знает. Встанет, не встанет, а? Вот встает, зараза, а! Да ты что? Да, все. Слили последнее. Так. Выходим на крышу. Опа! Что здесь написано? Фолмг. Сос, сос! Чувак такой пишет. Это наш... Кто-то, видимо, дружбана нашего грохнули. Возможно, это наш новый... Братишка, с которым мы будем дальше воевать. Он находится на крыше. Единственное, что он придумал, это забраться на крышу. Ну, в принципе, правильное решение. Забраться на крышу от зомбарей и написать СОС. Вдруг какой-нибудь вертолет будет пролетать мимо и заметить это все дело. Ну, давайте мы спрыгнем вот сюда. Ух ты, нифига себе. Тут, оказывается, можно у нас поломаться. Я что-то думал, что Пензетан Дред. Хотя, да, ребята, я уже забыл. Пензетан Дред у нас, в принципе, можно поломаться. Изи! Можно что-нибудь у вас заказать. Повар. Зашли в кафешку, ребят. Кафешка тоже переполнена зомбарями, естественно. Повар у нас очень агристый. Посмотрите, пробили дырку прямо в голове у него. Повару абсолютно все равно. Он, конечно, такой товарищ. Ну-ка, а вот так вот. Какой-то неубиваемый. Ес. Давай еще одну дырку. Нет. Ух ты. Вот это да. Посмотрим, он что делает. Прям по крану хлещет. Дикий повар. Ну, повара, вы знаете, даже в Пензетан Дред, они же очень опасные. И еще дыра. У него голова даже вообще. Не знаю, на что уже похоже. Я даже уже не могу попасть в голову, потому что она уже, я не знаю, абсолютно дырявая. Голова дырявая. Знаете, есть такое выражение. Вот, вот, на самом деле, вот дырявая голова. Дырявая голова вот такая вот. Как его убить-то, я не понимаю. Ты что, у нас вообще бессмертный? Ребят, как его грохтан. У него уже реально практически головы-то нету, там мозг не задет. Мы не можем попасть реально в мозг. Зомби можно убить в мозг, но если у зомби нет мозга... Неужели? Неужели? Вот это да, он все пиво расплескал, все прям повар. Неаккуратный какой-то, но живучий, живучий. Так, а мы-то полис, полицейский участок теперь у нас. Давайте заглянем в полицейский участок. Полицейский участок у нас вообще очень весело. Здесь есть кнопка. Воу-воу-воу-воу-воу! Спокойно, прям посмотрите, как попали, как удачно. Видите, сразу же полицейский у нас на шипы накололся. Ты как родимый. Ну-ка давай вставай, 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 вставай. Он, наверное, уже не встанет, да? Можешь этим по нему попасть? Да, попали. Окей. Полицейский со щитом. У них дробаши есть. Попали по ногам. По ногам попадаем. Да тут мощный товарищ. Он со щитовик, видите, да? Есть, щит разбили. Отлично. Нифига себе, дядя, стой. Дробаши можно брать. У них без патронов. У них без патронов дробаши. Подожди, есть с патронами какой-нибудь, а? Нифига. О, есть. Ну, вот так вот. Все, готово. Так, вот это здесь оружейка. А это что у нас такое? А это у нас... А, двери, видимо, открываются, да? Тут чувак не умер. Погоди. Он не умер. Не, ну дробаш там прекрасен же, да? Ребят, дробаш прекрасен. Но про тот пистолет не нужно забывать, потому что там... Где он, кстати, наш пистолетик-то? Нам бы... Пистолетик этот не потерять. Я реально, наверное, уже его здесь... Черт его знает. Найдем, не найдем. Он должен быть где-то здесь. Пистолет, пистолет, не теряйся, пожалуйста. Потому что у тебя патронов очень много. Ладно, погнали. Может быть, еще дробашек там есть какой-нибудь. Так, кого еще нужно бы здесь слить? Давайте заглянем вот сюда. Здесь у нас зомбар играет в баскетбол. Красиво, два патрона. А тут у нас люди, что ли? Ух ты, люди! Да вы что? А, они забаррикадировались. Ну почему у вас двери-то открыты? Кругом зомби. Они здесь, в принципе, чувствуют себя комфортно. Никак не ожидал, что мы можем вообще здесь встретить людей. Ребят, посмотрите, это новые офигенские телеки. Я такого реально еще не видел. Ну-ка, ну-ка, как он там включается? Давай-ка посмотрим. Ну, здесь свет включается. Он, наверное, подсветка пока типа работает. Прикольно, прикольно сделано. Грамотно. Так. Спускаемся вниз и видим здесь злой повар! Кого-то гасит. Вы посмотрите, разделы выдают. А, это, видимо, маньяки здесь собрались, ребята. Это здесь собрались у нас маньяки. Это необычные люди. Вот оно что. Получается, у меня есть еще смайт, между прочим. Давайте мы сейчас повеселимся с маньяками. Вот так вот раз. Вот так вот два. Вот так вот три. Так, хорошо. Эти у нас слились, нет? Эти у нас сливаются немножко. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Берем бейсбольные биты. Так, у нас еще дружбанища. Там какой-то голый чувак пытает. Короче, мы здесь нашли среди зомбарей еще хуже. Людей, которые пытают... Ну, так, короче, маньяков. Все вместе маньяков. Они, видите, как привлекают. Типа, все хорошо. Такой контраст прям. Мы ходим по этому ужасному миру. А здесь, чувак, ищи оружие, ищи оружие. Мы же тебя освободим. Так, нам нужно сейчас найти какой-нибудь... Ну, можно сбегать за стволом, наверное. Здесь автобус. Посмотрите, он то ли взорвался, или что с ним произошло. Автобус, водитель автобуса. Так. Прикольно здесь сделано. Ну, он, походу, куда-то врезался, и пассажиры тоже стали зомби. Ломается моя бейсбольная бита. Нам бы неплохо было бы сбегать за стволом. Давайте посмотрим, это что у нас такое. Это у нас, в принципе, ствол, да? Ну, можно им, конечно, добить. Так, еще. У нас кто-то, по-моему, один здесь еще был. Нет? Всех убили. Мне кажется, а вот он у нас последний. Я же помню. Я же все прекрасно помню. Я же все прекрасно помню. Можно забраться повыше. Нам бы забраться повыше. Где у нас, кстати, оружие-то было? Оружие у нас было, было, было где-то, где-то вот, наверное, может быть, даже здесь. Я вот, честно говоря, не помню. Это другой дом вообще. Подожди, куда я зашел? О, боже ты мой. Нужно отсюда выбираться. Нужно отсюда выбираться, наверное. Так, а здесь у нас? А здесь тоже не то. Здесь тоже немножко не то. Вот у нас в полицейском участке, да. В полицейском участке у нас где-то был суперпистолет. У нас был где-то супер-супер-пупер пистолет. Можно, кстати, попробовать найти дробашек. Можно... А, вот он, суперпистолет наш. Все, отлично. Бам! У него что-то много патронов. И мы идем дальше. У нас еще осталась самая финалочка, друзья. Так что посмотрим, что сейчас будет в самом-самом финале. Кого же мы встретим? Нам нужно зайти, по-моему, вот в это вот здание. Мы здесь еще не были. Заходим в туалет. По-моему, у нас... Я не знаю, живой, не живой. Чувак, ты живой? Нет, наверное, он уже не живой. Так, он уже не живой. Здесь что? Опа! Охранник! Девять человек осталось. Девять человек. У нее здесь дубинка. Угу. Последние девять человек. Ого! Так, возьмем берсерка. Может быть, сейчас... Нам поможет берсерк. Дэч. Вот так вот. Оба! Чувак с лопатой. Бам! А, нет, это не лопата. Это сковорода. Так. Это был удар. Прыжки. Шесть человек осталось. Пять человек. Так. Главное, чтобы сейчас из-под тяжка не грохнули. Так. Классно? Это какой-то отельчик. Я думаю, это какой-то отельчик. Где остальные? Кто-то здесь еще, ребят, есть. Ух ты, как здесь все грамотно расставлено. Прямо вот нормальный крутой отель. Еще наверху есть комната. Последняя. Да ладно! Сразу же нападение. Ну, пистолет он как бы стреляет, вы видите, да? Я вот сейчас вот стрельнул вот так, и пуля как бы немножко здесь рандомно у нас летит. Да, два человека у нас остались. Так. Где? Ищем. Кровать какая классная. Двухнесочка. Хей, чувак, ты что? Походу он танцует, ребят. Как вы думаете, а? Видите, да? Он танцует, мне кажется. Ну, сейчас, может быть, видите, вот может быть здесь? Нет. Ух ты, как. Так, слушай, неожиданно прям. Так, ну он, по-моему, умер уже, да, нет? Что-то не пойму, ничего. Чувак, ты еще с нами, нет? Или это... Ух ты, здесь еще пистолеты. Но, правда, их взять нельзя. Не, ну, очень круто уровень обставлен. У нас серия получилась длинная, но прикольная. Так, ну нам нужно найти остальных. Найти остальных, и история выжившего на этом, может быть, и не закончится. Посмотрим, кто у нас еще остался. Нет, ребята, все, мы затащили. Я вижу, что можно уже уезжать дальше, садиться в нашу машину. Великолепно, видите, какая она брутальная точила. И, ребят, если нравится Paint the Town Red, то поддерживайте. Не забывайте, ребята, ставить лайки. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно поддерживайте автора. Обязательно поддерживайте меня и нашу, собственно, историю, которую вот мы здесь сейчас проходим. Возможно, у нас будет новая еще история. Все, ребят, зависит только от вас, от вашей поддержки, от ваших лайков, от ваших комментариев. Жду ваших комментов. С вами был Радридис, я вам желаю успеха, удачи. Всем счастливо и пока-пока. Обязательно прямо сейчас нажмите на следующее видео или поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok